Завтра будет первое заседание с Европейской комиссией по скринингу. То есть это будет первое заседание по первому этапу скрининга, потому что у скрининга два этапа. Один ознакомительный этап, когда Европейская комиссия информирует страны-кандидаты о законодательстве Европейского Союза. На прошлом неделе такое же заседание было у комиссии с нашими украинскими коллегами. И вот этот ознакомительный скрининг будет длиться где-то два месяца. То есть на протяжении дальнейших двух месяцев Европейская комиссия будет информировать наше правительство, наших переговорщиков по всем 33 статьям ОКИ Европейского Союза. И по политическим критериям и экономическим критериям это еще две статьи будущего договора о присоединении к Европейскому Союзу. После того, как закончится ознакомительная фаза скрининга, после того, как комиссия уже получит в рамке переговорные рамки, то есть мандат от странов-членов в марте, мы перейдем к дальнейшему этапу. Это будет уже двухсторонний скрининг, когда наша делегация, наши переговорщики должны будут информировать Европейскую комиссию о уровне соответствия нашего законодательства с Европейским Союзом. Один из ориентиров для всех нас уже может быть первый отчет Европейской комиссии в рамках расширения, который был опубликован в ноябре прошлого года по всем третий трем статьям ОКИ Европейского Союза. До этого, если вы помните, в 2021 году, до того, как наша страна получила статус кандидата, Молдова заполнила ответчик, то есть вопросник, Тогда мы тоже на первом этапе, когда информировали комиссии, на каком уровне мы являемся стандартами законодательства Европейского Союза, но сейчас эта этапа двухстороннего скрининга более объемлемая, то есть более детальная. И вот этот двухсторонний скрининг, он очень важен, потому что после вот этого двухстороннего скрининга Европейская комиссия опубликует свой рапорт по скринингу, на базе которого будут практически определяться те условия о переговорах по каждому из тех 33 статьям и будущего договора о присоединении. Комиссия тогда предложит конкретные такие так называемые бенчмарки или условия по открытию переговоров по главам. По новой методологии Европейской комиссии о расширении, то, что отлично от ситуации, когда, допустим, страны, которые присоединились к Европейскому Союзу в 2004 году или в 2006. Вот у нас годовщина 10-20 лет. 20 лет до самого большого расширения по самому большому расширению в 2004 году. Есть отличия. Тогда переговоры имели место по главам. Теперь по новой методологии вот эти переговоры открываются не по главам, а по отдельности, а по кластерам, по блокам. Там 6 блоков. Если позволите, да, прежде чем перейдем. Я просто в заключение отмечу, что этот процесс может длиться, извините, в прошлом, если исходить из опыта стран Балкан, длился где-то от 1 года до 3 лет. В нашем случае Европейская комиссия уже выразила готовность вот этот процесс ускорить. Вы говорите о скрининге. О скрининге. Не о переговорах в целом. Нет, о скрининге. Ускорить вот этот процесс как можно больше, потому что у нас есть преимущество, если сравнивать нас с странами Балкан, то есть Украина, Молдова и Грузия, но в данном этапе, на данном этапе Украина и Молдова, для нас, и у нас есть большое преимущество, потому что в 2014 году мы подписали договор об ассоциации. И вот этот уже договор, в этом договоре мы уже обязались перенять очень важную часть ОКИ Европейского Союза. Где-то 70% ОКИ, он уже является частью нашего законодательства по обязательствам о перенятии с того момента, как мы подписали и начали внедять договор об ассоциации. И поэтому комиссии, в принципе комиссии будет легче определить все условия для того, чтобы уже в 2025 году это реальные сроки уже начать вот эти переговоры по главам. Первый кластер и первые главы, которые мы будем открывать для переговоров, это будет кластер по основным принципам. Первый кластер, там есть юстиция и реформа администрации. Он называется фундаментальные ценности. Фундаментальные ценности, да, первый кластер. Так вот, я попытался не у нас. Да, да. Вот эти блоки, это, я отмечу, что это инфография, которую мы издали с нашими коллегами из эксперт-группы ЮВЧ в прошлом году. Просто определить те оценки, которые дала европейская комиссия в ноябре, очень так показывает, показательно, иллюстративно, иллюстративно, на каком этапе мы сегодня являемся. Вот так я бы отметил.